Процедуры, для тех кто не знает, Харьковская общественная инициатива создана сначала как общественная инициатива фактически в апреле-майе 2014 года, потом зарегистрирована как громадская спинка общественных организаций, которые имеют главные свои задачи и цели проведения процедур общественных, связанных с очищением власти. Мы с собой не подменяем законодательное регулирование, мы ни в коем случае не претендуем на ту роль, которая отведена законом об очищении власти и которая осуществляет по закону Министерства юстиции. Мы являемся сугубо гражданской инициативой и поэтому наши процедуры, они конечно, скажем, обязательного значения не имеют, но тем не менее, и учитывая опыт нашей единости, и судьи, и чиновники, в том числе глава областного управления юстиции Георгиевский прошел эту процедуру, убедились, что ничего страшного в этом нет. И я думаю, что тот опыт, который у нас есть, мы будем продолжать и развивать. Что касается непосредственно сегодняшнего мероприятия, то 2 февраля, то есть фактически уже чуть ли не полгода назад, сразу после назначения на должность губернатора или главы областного старта администрации господина Райлина, на встрече с представителями общественных организаций, на которых присутствовал и я, на прямой вопрос мой, готов ли он пройти процедуру общественной иллюстрации, он ответил, да, я готов пройти эту процедуру, более того, после этого он своими действиями подтвердил готовность пройти процедуру, он заполнил наше внутреннее иллюстрационное заявление, которое мы разработали, вывесил его на сайте облдержадминистрации, оно также было вывесено на нашем сайте, потом на встречах с его помощниками мы периодически пытались назначить конкретную дату, удобную для Игоря Львовича, к сожалению, он опять же через помощников просил перенести эту дату, потому что в силу разных причин, связанных с его служебной деятельностью, он имел другие пререкеты, потом во время моей личной встречи с ним он подтвердил согласие пройти процедуру, по дате мы ничего не обсуждали, после этого мы написали несколько писем, в том числе где-то месяца два назад, предпоследнее письмо, где информировали, что вы согласились, просим вас назначить, исходя из графика деятельности вашей, из графика работы, чтобы мы не попали на неудобное для вас время, это наше письмо, все входящие писем у вас есть, если журналистам интересно, мы можем их продемонстрировать, но на это письмо он, к сожалению, опять, как и на инерии не ответил, и мы на заседании Горбинационного совета были вынуждены принять решение о том, что дальше откладывать процедуру общественной иллюстрации мы не можем, поскольку это действительно идея иллюстрации, и мы две недели назад назначили на 24-е, то есть на пятницу, на конец рабочего дня, специально предполагая, что у чиновников пятницу вечером занятость должна быть минимальная, и направили ему уведомление о том, что мы предлагаем вам пройти эту процедуру в такой-то день, на такое-то время. Нас же это письмо, опять же, осталось без какой-либо реакции со стороны господина Райана, более того, в разговоре с представителями средств массовой информации, в частности, с представителем радио Свобода, он сказал, что я не собираюсь идти на эту процедуру, поскольку это игры, пусть они себе играют, я считаю, что... Я прошу прощения, если я немножко эстетически сказал, и приобретите на стол. Нет, давайте я тогда скажу, да, он очень занят, да, ушел у него там, много очень дел, и сказал уже, я на вопрос, вот, читайте ли в этой юридической, ну, важно, или что это играл, он сказал, что он все время встречается с общественностью, и любые результаты он уважает, и вообще результаты надо смотреть, водительности в области. Вот так вот это. Ну, я прошу прощения, ну, значит, вот, первоисточник процитировал ответ главы Харкевской областной и государственной администрации. Да, я прошу прощения, мне сказали информацию, и вы просто дилетанты немножко. Так, я еще хочу обратить внимание на то, что фактически с процедурой общественной иллюстрации главы Харкевской областной и государственной администрации, прошу прощения, мы, как бы, связывали нашу дальнейшую деятельность, поскольку в присутствии, скажем так, достаточно представительного собрания представителей общественности, он дал согласие публично пройти данную процедуру, и мы надеялись, что процедура такая со стороны главы областной и государственной администрации будет своеобразным примером для подчиненных, для иных государственных чиновников проходить эту процедуру. И мы не спешили проводить данные мероприятия, мы фактически 4 месяца ждали, когда господин ранен, покажет своим примером о том, что он готов сотрудничать с общественностью города Харькова. К сожалению, как есть практика, на данный момент мы его не видим, поэтому по положению о Харьковской общественной иллюстрационной палате мы можем провести процедуру иллюстрации любого чиновника в заложенном режиме, в заложенном формате, исходя из той информации, которая собрана, которая есть в открытом доступе, которая есть в его интервью, выступлениях на средствах массовой информации и так далее. И поэтому жюри, которые абсолютно независимые, которые не принадлежат никаким политическим силам, являются достаточно авторитетными людьми в городе Харьков и Харьковской области, примут свое решение. Это краткое вступление, теперь я передаю слово координатору жюри Ирине, она дальше продолжит процедуру, потому что процедуру проводит исключительно жюри, координационный совет в нее не вмешивается. Спасибо. Как обычно происходит наша процедура? Когда приходит человек, представляет по каждому своему жюри, представляет тот, кто пришел на процедуру, Затем мы задаем вопросы, и по рекламенту у нас две минуты на ответы. В данном случае, поскольку у нас некому отвечать, значит, каждый из членов жюри и из тех людей, которые пришли сюда, будут иметь вопрос и задать свои вопросы, мы тогда устанавливаем рекламент, задавая вопрос не более двух минут, вопрос задавая исключительно просто сам вопрос, не поясняя, почему я задаю этот вопрос, или там какие-то предыстории, просто звучит вопрос, который мы постараемся довести до Игоревича, чтобы он мог от общественности открыть. Итак, я прошу сейчас представиться членам жюри. Пожалуйста. Меня зовут Александр Станиславович, Одерниновичевский район, Хархинея, несколько предпринимателей Одерниновичевского района, Советник Организации Политург Александр Александрович. Президент Ассоциации Нагаря, Сынхайкова, как раз будет? Я SPEAKER. Продолжение следует... 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 В лице Президента Украины в этой ситуации, что с вами он сказал, по МЭРу. Затем в адрес Президента Украины Федерации Порошенко, а главный вид правительства Центратистика, Генерального прокурора Шовчина. Он, член президента им. Игорь Львович Райник, и он должен получить от них поддержку и так далее. Второй вопрос. Мне до сих пор непонятно, почему не получил назначение на должность главы Государственной Федеральной Службы, Главного управления государственной Федеральной Службы в области. Лично я не имею никакого отношения к тому рейтингу, который провели предприниматели малого и среднего бизнеса в апреле прошлого года. Это стало возможным в результате Майдана победы и устранения власти Януковича. До сих пор непонятно, почему этот человек не назначен на должность. И более, насколько мне известно, 15 уже месяцев во главе налоговой службы Гарькова Кайкерской области, точнее, человек исполняет завязки. А ведь вы все прекрасно понимаете, как на руках. А в том, что до каких пор это нужно. И пошли, и пошли. 26 марта этого года в частности направили на имя Игоря Львовича Райна вопросы, касающиеся экономического развития области. Пять вопросов. На два вопроса, можно сказать, получилось, на три до сих пор ответа нет. Спасибо. Спасибо. А кто еще будет задать вопрос? Слушай, на полистике, значит, предложение разговора о Натальфе, он не то, что не назначен, смещен, он ей. Может, там, первый замк, второй замк, когда бы общественность, непонятно, почему его спестили, этот вопрос тоже нужно было задать. У меня вопрос как у предпринимателя, к примеру, почему, ну, я не вижу, лично не чувствую, ничего, чтобы администрация областная делала что-то для малого и среднего бизнеса. То есть, абсолютно никаких кило движений. Да, там что-то для крупного делается, но мелкий, и все остальное впечатление, что он забивается. Это первый вопрос. Второй вопрос, значит, у нас есть, я слышал и читал в Средствах массовой информации о работе нашей области на первых веках по укреплению Донбасса. Но меня интересует вопрос так, что основная защита у нас идет от 92-й бригады, да, нашей любимой. На нее никто внимания не обращает, как бы, там зимой, ну, я в частности, как волонтер, мы сделали кровь в казарме, дальше дела не продвигаются. Сможет ли Киркорович, как бы, тоже помочь в решении этого вопроса? Потому что вначале жена Порошенко... Вопрос... Жена президента обещала, что все будет сделано, она будет помогаться, но балута не стало, не стало никакой помощи, и все люди жили в Среду, и все остальное. Так, еще есть вопросы? Наверное, в развитии этого вопроса Женков Вячеслав, судя этому не рассказал. Меня, в основном, интересует вопрос сельского хозяйства, потому что Харьковская область, так раз это тоже идет, и по некоторым программам сельского хозяйства предусмотрена государственная поддержка. И мы знаем, что государство должно выплачивать поддержку за те заплаты, которые были сельского фирма. На сегодняшний день, вообще за предыдущего или на сегодняшний день, я не знаю, что бы какие суммы выплачивались, потому что, к сожалению, именно этот участок очень коррупционный. По некоторым данным, откаты для того, чтобы получить возмещение на те отраты, которые унесли фирма, достигают от 40 до 60%. Что делать для того, чтобы эти отраты, так сказать, ушли, и вообще, какие суммы в этом году были выплачены в неделю? Я бы, конечно, не хотела узнать взаимоотношения городских властей и областных властей. Это очень важно сейчас, когда идет реформа децентрализации, и особое внимание будет уделено местным советам. И именно взаимоотношения и планы, как делать эту реформу, тоже интересно будет устроить. Есть ли вообще вот такие планы совместно делать эту реформу? И в продолжение, вообще вот вертикаль власти, где включается полномочия городского головы, и на что распространяются полномочия главы областной администрации? Вот именно соотношение меня интересует. Потому что иногда кажется, что город в Харьковской области важнее области. Вот это философия, в общем-то, и хотелось бы это понять. Спасибо. Верилий, вы обратились через интернет, в учительном Харьковской области, чтобы они задавали вопросы главы администрации. Я обратил внимание, я не знаю этого человека, это вопросы Владимира Мещерякова. Слух уже пишу. Человек-выстранист, а разве ты их прочитаешь? Вопросы Владимира Мещерякова, главы администрации Харьковской области, я не говорю о fries владений реакции Friedmanковской области, я не знаю это было если выгураторы с области жалей. Нелегальный рабочий лист в области было легализовано с 2 лютого, при этом не стихи кощей, но не шло в бюджет, а консийный бой. Все, мы остались. Какой экономический дошка в миллиардах, а социальный эффект дошка в тысячи гражданин. Деяльность головы вода. Дякую. Если у нас нужно, я хочу сказать. Вы буквально вчера объявили, что новый губернатор Законпасской области закрыл в городе Пушкин ради подпольные казино. Хотя он губернатор, а вроде город это юрисдикция другого человека, но тем не менее. Вот такой вопрос, а есть ли желание у нас позакрывать в городе Харькове, может ли губернатор как-то решаться, чтобы закрыть эти подпольные казино игры? Даже я знаю, даже я вижу, где это происходит. Вам чулка никто не видит, и наши силовые структуры не властны. Они не подпольные, девочки. Мне кажется, что на все вопросы, которые мы задали, или я, например, не задал, мы уже получили ответ явкой человека непосредственно. Мы обещали в социальных сетях огласить какие-то вопросы. Я сейчас тогда сочетаю те вопросы, которые нам призваны, для того, чтобы Игорь Ильич знал, о чем люди хотят его спросить, и, может быть, он как-то подойдет с собой жителям Харькова, Харьковской области. Еще можем работать разум для поведения между собой и громадян Украины с различностями своих восприятий. Планируется ли какой-то механизм регулярного общения между вами и вашей областью, построенный на цифровых технологиях? Все-таки 21-й век на дворе. Возможно, пора находить более эффективные варианты, чем писать бумажные письма или сидеть в очередях на прием. То есть вопрос об электронных средствах общения. Некоторое время назад была анонсирована работа под E-Government в Харькове электронного правительства. Однако информации мало. Поэтому вопрос такой. Есть какое-то место, где можно взять эту информацию? Интересует конкретно, какие есть цели по этой инициативе, какие есть планы на их достижение, где можно просветить исполнителей в прогрессах выполнения. Скажите, пожалуйста, как была выбрана для работы компания «Портис Консал»? Это роль подрядчика работы для Харьковского электронного правительства. Вопрос один, потому что «Портис» был создан меньше года назад, у него отсутствует портфолио выполненных работ, нет рекомендаций, и поэтому способность ее сделать качественный продукт или сервис неоднозначна. – Следующий вопрос. Как реально обстоят дела за декларированными, обещанными, тремя для ними обороны? Возможное количество букв, метражных букв, количество рентажей. Владимир Владимирович Корцовник задает вопрос. Я думаю, действительно это для нас. – Нет, это вопрос. – Игорь Иванович, вы действительно считаете достижение то, что было осуществлено вами в Одессе? – Руслан Николенко. – Когда намерены приступить? – Чем мы можем помочь? – Нет же коррупционной составляющей в том, что коммунальная территория селия Харьковского района в разы пришел в правительстве. Тепло в полтора раза, вода в два раза, вода в три раза. – Вопрос следующий. – Почему местные власти, вновь уравнение жителей села, в начале Харьковского района, скороспешно сегодня, 24.07.18.00 сессия, торопятся объединить нас с поселком Рогань? – Может, следует приручить местным выборам референдум? – Почему вода? – То есть кто работает? – Каваленко Виктор Николаевич. – Да еще и возглавляет Департамент экономики и международных отношений. – Сидел при всех властях. – Закончил в свое время высшую школу КГБ и университет в Москве. – Попал в свое время в вода как подснежник. – Была такая должность при КГБ, составая служить КГБ, то есть направляя работать в структуру власти или заводы. – Планируется ли какой-то механизм регулярного общения? – Уже второй вопрос повторяется. – Так, так. – Ну, наверное, вот-вот-вот. – И все. – Ну, то есть понятно, да? – И еще вопрос. Меня тоже просили в Facebook задать про в феврале месяце. Вот, очевидно, в той встрече, которая сегодня уже упоминалась. Игорь Львович сказал, что известные перевозчики, которые автобусами перевозили плетушек из Тайкова в Киев, в Ордина Майдана, он сказал, что известно, кто это, что это. И вопрос в следующем. Прошло столько времени. Кто привлечет ответственность? Каким образом? Если в феврале этого года были известны фамилии, то как бы нам тоже это узнать и узнать, как их наказать. Такого рода вопрос. Поскольку члены уже не высказали, то что можно. Если у кого-то здесь присутствующих тоже есть желание огласить вопрос в сторону Игоря Львовича, пожалуйста. Или высказаться. А высказали, как высказали? Да, конечно. Потому что не нам, да? Мы, конечно. Да, Игоря Львовича. Да, Игоря Львовича. Да. А ему, как-то, глава Харківского посередка БББ, то есть ли они будут использовать такие приемы, как раздавание гречек или другие социальные блага на предыдущие выборов. Как можно, чтобы не было административного ресурса, если в многих районах есть ученики районных администраций. И когда-нибудь он приходил до джинсов, когда, например, журналисты делают материалы про него или понимают, да? Да. Да. Да, пожалуйста. Я бы хотела спросить Игоря Львовича. Как в своем интервью, независимо Харкове и Зарукове Харкова, Харкова Игорь Львович все время декларирует, повторяет одну и ту же правду о том, что он самый открытый губернатор или председатель обл.д. администрации среди всех в Украине. Но, не хотелось бы, но, естественно, само собой напрашивается сравнение с Михайловом Саакашвили, с венецким председателем ОДА, который еженедельно сам себе вменил в обязанность выходить в прямой эфир и отчитываться о своей работе. Вот Игорь Львович говорит, что он встречается с гражданцами активистами. Хотелось бы понять, как он определяет, с кем встречаться, с кем не встречаться, почему вот там он кого-то принимает, а здесь не принимает. Лично при встрече, да, я была на приеме у Игоря Львовича как общественной активисты, когда мы пришли, попали в кабинет, ну, была цена, да, а почему я должен считаться с вами, я вас слушаю, какой процент граммата вы представляете, чтобы я с вами общался. Вот очень хочется понять, когда слова будут соотноситься с делом, что такое открытое, по мнению Игоря Львовича. Когда он говорит интервью, и за последнюю неделю было дано два часовых очень больших историю по телевизору, но это только то, что он рассказывает. Можно ли тут задать те вопросы, когда же будет время, когда активисты могут просто прийти и собраться в какой-то зале и задать все эти вопросы напрямую? Как видите, как видите, мы не страшные. Нет, 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 нет. Меняемые вопросы. А, подождите, пожалуйста, а вы в каком качестве хотите? Вы его адвокат или что? Ну, я не адвокат, я вам сказать от себя, я как и не строитель администрации. Пожалуйста, я могу сейчас есть про программу. Нет, это надо подготовить. Напишите заявление. Если касательно меня сейчас, скажите как-то, пожалуйста. Вопросов нет. Есть процедура. Хорошо, я желаю, давайте сделаем. Михаил, мы вам предлагали где-то в начале в кабинете. Вы сказали, а вы готовы? Конечно, готовы. Нет, так надо, давайте прямо сейчас, чтобы не было, чтобы не говорили. Это по мне лично, вернемся. Я не адвокат. Я представитель администрации, будучи сотрудником администрации, плюс по профилю своему я общаюсь со всеми общественными организациями. Это моя непосредственная задача и функция в рамках администрации. Ну и, безусловно, хотелось бы не оставить без внимания те вопросы, которые прозвучали, потому что большинство из них, они озвучены, всегда системно озвучиваются, подчеркиваются. Ну никакой трагедии нет вопросов, сложности тоже никакой. И информация вся доступна и открыта. Другое дело, присутствует сегодня фактически из этого училия, не присутствует. Но, опять же, об этом мы и говорили, что это не потому, что он спрятался и уже не сказал сейчас. Ну вот, если можно, я вот вкратце вот так проберусь по общим вопросам, если у вас вкратце. Вам не надо это? Я просто объясню, потому что... Оставить без внимания к этому праву, надо с вами сказать. Оставить без внимания к этому праву, Вы знаете, то есть, это плохо, что если бы я был в обществе общественности, вы бы сказали, говорите. Если вы хотите сказать другой стороны, у вас обращают. Вы задайте вам вопрос. Вы задайте вам вопрос. Я вижу с этой системой. Логично. Вы же будете сего вопроса адрессировать. Да, а вы, получается, как бы за него отвечаете? Я думаю, что вообще вопрос, у нас лучший характер в большей степени. А можно лично задать? Если бы лично. Ну, я бы с вами в руке. Давайте мы закончим с вами. Да, потом. Смотрите, еще вот, я хочу, чтобы было понятно, что, допустим, очень часто у нас есть вопросы, есть такой вопрос. Как ли вы? Есть рекламент. Я прошу прощения. Можно я мысль закончу? В связи с наших обычных вопросов, которые мы задаем, люди приходящие сюда, например, есть такой. Как вы любите отдыхать? Я же не думаю, что вы у вас думаете. Зато я точно знаю, кто умный столбок. Ну, это за ним. Кроминович напел, как поет Гороза. То есть, какие-то, ну... Вы слышите вопросы от кого-то неизвестных лиц? Сейчас задам вам вопросы, ну, как вот... мы здесь не разговаривали. Вы хотите задать ему вопрос? Задать. Я задаю ему вопрос еще раз. Ему вопрос. Задать. Я... Ну, я... У меня есть такое предложение. Поскольку здесь прозвучало примерно 15 вопросов, и на некоторый из них какой-то процесс знает ответ представитель его госадминистрации. Я предлагаю, не исключая ответов Игоря Львовича, впоследствии мы весь список ему передадим. И он сам лично на них ответит. Но поскольку мы, если нам предлагают какие-то вещи сказать, то он невежливо будет не выслушать. Давайте предложим другое по регламенту. Мы сначала вынесем решение. У нас есть иные порядочности, патриотичности, профессионализма. Мы к кому будем адресовать? Какое предложение имеет? Возможно, что какие-то ответы что-то произнят? Открытости. Мы оцениваем. Если вы хотите послушать, то вы хотите больше вопроса, что вы хотите. У вас есть ответы, например, по коррупционным схемам, по метушкам, автобусам, это есть ли у вас такой ответ? Конечно, есть. Конкретный пример, если декларируются более того, что я член областной коллегии, и в областной коллегии это тоже постоянно рассматривается. И там вопрос, здравствуй, если вы не пропадаете, то как это находится в гражданстве следствия, и по прорыву его на последнее время. У нас же есть решительные ответы. Конечно, они есть, это более того, но это мы заправили в органах, как координат, в данном случае, выступают, и говорили о том, что мы можем. Просто я на маленький декларированный ремарку, если вы зачитываете вопросы от людей из интернета, это же не прямые вопросы. Вы положите деньги. Вы интересны ваши вопросы. На встрече не будет и на. Нет, сейчас нет. Если у вас интересуются... Нет, начинайте. Я предлагаю нашу процедуру по рекламенту. Если вопросов больше нет, мы можем сейчас удалиться, чтобы сформулировать свое мнение. Затем мы можем остаться, пожалуйста, и изменить... Пожалуйста, не нажмите на руку. Пожалуйста, пожалуйста, чтобы это подключалось, чтобы это лучше нам было известно. Сами поговорить после того, что... Нет, пожалуйста, я с удовольствием с вами пообщаюсь, вы просто... Ну, а вы, я прошу, уважаемые, что вы обрезаете, не доверяете, не поверяете. Вы не обрезаете. Вы не являетесь первой процедурой. У нас есть регламент, у нас есть грамент, у нас есть грамент. Я вас услышал, я же хочу сказать. Это неправильно, просто что там. А сколько вопросов вы намете задать? Сколько угодно, но у нас ограничено время, да. Женщина, ты трижды задавала вопросы. Я следила, я запротекарировала. Пожалуйста, у нас не должны продавать сколько угодно, не больше двух минут назад, а не у вас. Он уже больше 100 минут. Вы не ограничите сколько угодно, сколько угодно, сколько угодно, сколько угодно. А это вы предыдует. Да, конечно, вы обносились, что мы сфатулировали и затем мы можем помочь. А можно советовать вы? Да, это замечательно. Я думаю, что и да, он же не может, чтобы не было. А вот сейчас мы не обращаем. Что да, это мы не обращаем. Что да. Что я не понимаю, что я не могу. Что я не понимаю. Что я не знаю. Да? Я не знаю. Соболон. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Итак, исходя из того, что председатель Харьковской областной государственной администрации ранен Игорь Львович, несмотря на письменные обращения Харьковской общественной иллюстрационной палаты, не проявил открытость, не воспользовался возможностью открытого диалога с гражданским обществом в лице общественного жюри и не воспользовался возможностью предоставить достаточную информацию о своей профессиональной деятельности, Субтитры создавал DimaTorzok 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 В том плане, чтобы был мир, мы хотим процветания, и мы хотим, чтобы это было процветание не кучки тех людей, которые занимаются какими-то схемами, а действительно это слово о том, что у нас изменения происходят, они стали реальными, чтобы это не было просто пустым заявлением. Поэтому, я думаю, в белости просим, если Игорь Львович посчитает нужным показать себя больше как личность, мы с удовольствием соберемся еще раз поговорить и проведем такую процедуру. Ну, я уже как член, как председатель Координационного совета Харьковской общественной инвестиционной палаты хочу сказать, что у нас не предусмотрено повторное прохождение процедуры в данном случае, и в соответствии с нашим положением, если жюри принято решение, что чиновник процедуру не прошел в силу разных причин, в данном случае мы озвучили, в силу какой причины не прошел, то мы и наши участники Харьковской общественной инвестиционной палаты будут, конечно, доносить до сведения общественности позицию, что он не прошел в силу какой причины. И мы будем, как главная цель нашей деятельности, это не допущение до власти тех людей, которые, по мнению общественности, не достойны быть на данном месте, либо устранить от власти. Поэтому, если вы приняли решение, что он процедуру не прошел, то Харьковская общественная инвестиционная палата теми органами, которые предусмотрены в соответствии с уставовым положением, будет теперь действовать в дальнейшем в русле, исходя из сегодняшнего решения. Но если вдруг захочет человек войти на диалог, пожалуйста, ради бога. И все время поскольку. Можно, чтобы я выяснил? Нет, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, все, мы закончили нашу процедуру. Я хочу спросить, что Федора нужно еще час оставить за вопросом, а потом сделать? Да, я постою. Да, спасибо. Я сяду там или стою здесь. Нет, спасибо. Я уже пока вас ждал, я сидел. Я, да, на самом деле, да. Вот, спасибо за это прививление. Поэтому хочу сказать, что, честно, позиция не совсем не понятна. И объясню почему. Из тех вопросов, которые задавались, они задавались общего характера. Все эти вопросы освещались и единожды, и освещались всегда, и постоянно освещаются. И недалящее сегодня была такая возможность. Поэтому, говоря о том, что администрация не пройдена, отвечая на вопросы, на которые, кстати, вы не дали мне возможности в перспективе администрации дать какие-то пояснения, выступления, не считая объективной. Позиция, которая высказывается, что если вердик от общественности, которая считает, что на основании Евгений и администрации лицо должно быть отформено, от класса, и соответствует задимая должности, то тут тоже вопрос спор неоднозначный. Потому как, я не могу сказать, я не в обиду никому говорю, что это мнение всей общественности всего региона и из администрации. Это мнение нашей общественной инициативы. Конкретно у круга людей, здесь присутствующие, возможно... Не только те общественные, а те общественные организации, которые представляют эту палату. Когда я сказал вопрос журналист, вы же знаете, не разговариваете с ними в том числе, о том, а какой средств общества и кого представляет сегодняшняя администрационная палата, где вы, уважаемые, заседаете, я присутствую как гость, просто со стороны администрации. Почему? Потому что оценивать просто... Это очень субъективная оценка на собрание мужского круга людей, сказать, достойно или достойно. Не совсем подверг. На вашу. На вашу. Это субъективная оценка конкретно сегодня участвующих на 12 человек. Вы точно знаете, если... Подождите, если мы начали со скорболения, то в данном случае это есть оскорбление. В чем я вас оскорбление? Вы даете оценки, которые... Мы дали и сейчас. Мы в связи с рекламетром, который был у вас, мы здесь субъектом, общественная организация. Вы не являетесь здесь субъектом, не объектом. Вы сейчас оскорбляете, просто не зная. Это его мнение, это его оценка. Это его субъективная оценка. Подождите, есть мнение, вы здесь сейчас находитесь на заседании жюри. Посмотрите, он жюри, есть субъективная оценка. Есть вопросы, а не против нас в связи с тем, что не явился Герман? Нет, у нас нет информации. В связи с тем, что нет, это странно неизвестировано. Господа, я хочу вам сказать, что вся информация, я стоял здесь не зря, просто так было интересно, чем закончится. Это же дискуссия, и это тоже. Зачем вы субъективная оценка, если вы встыли в роли совершенно другого человека, потому что наиболадно хорошо. Никитая, а можно я вам поговорить? Вчера меня попросили уйти тоже отсюда, чтобы я ушел, когда было у вас случилось. Я пришел, давайте пообщаемся, обсудим. Можно я здесь вот прочитать? Где здесь, где эти слова не пришел? Мы написали, что не проявил открытость, не воспользовался возможностью открытого диалога с гражданским обществом в лице общественного жюри. Нонсенс, официально я вам заявляю, прошу, потому что открытость достаточно в мере существует. Я прошу прощения, чем вы занимаетесь сейчас? Я же не знаю, чем вы занимаетесь. Я общаюсь с вами, с жюри, которая... Вы защищаете, извините, вы защищаете, кубернатора, он не нуждается в защите, он нормальный человек. Вопросов нет, замечательно. Он себе работает, он себе работает. А вот когда вы говорите, что он вас наскорбляет, я не знаю, я его зовут, мужчины. Владимир Николаевич, пожалуйста, как минимум, некорректно, я стою разговариваю, что это не ошибок. Нет смысла с одной отзываться? Нет, это не кончилось. В каком случае вы сейчас оскорбили, говорите, что... Чем я оскорбил кого-то? Тем, что непонятно, какое здесь собрание. Господи, вы рассказываете, что у вас на сегодняшний день есть представители, которые смыслишь с ним в голову, что есть и так далее. Ну это что же факт? Назови кого, в кого он! Вы везете на мистер-банки? Я был не только... Поехали в том числе... Возьму сейчас... Я был не только членом мистер-банки. Я был... Поехали! Поехали! Я же паразмировал. Я же паразмировал. Я же никого не провожу. Поехали! Сейчас идет обречуство впустим спит-двое... Девушки отдыхают. 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 А вы что, полотенцы куда-то? Зачем нам пянуть? Спасибо, что вы серьезно. Значит, у меня есть, у меня есть. Я прошу прощения. Ольга, Ольга, я прошу прощения. Михаил, Михаил, Михаил. Михаил, пожалуйста, сегодня, уважаемые друзья. Уважаемые друзья, пожалуйста, вы находитесь. Дорогие мои друзья, уделите мне, пожалуйста, 15 секунд вашего речи. Я хотел бы обратить внимание всех, что вы находитесь сегодня, все здесь, в помещении, которое предоставлено Харьковским кризисным инфоцентром. Харьковский кризисный инфоцентр Харьков. Это площадка, которая позволяет нормальное, свободное время каждому из присутствующих здесь людей прийти сюда и высказать свое мнение в отношении к тому, насколько эта процедура соответствовала, не соответствовала тем или иным принципам, была ли она репрезентативной или нет, была ли она пиаром или нет, кто как себя вел, так ли, у каждого есть возможность сделать это во время брифинга или пресс-конференции, поэтому мы еще раз обращаемся, в том числе, к руководству областной Харьковской государственной администрации. Пожалуйста, пользуйтесь теми механизмами и теми инструментами, которые есть для этого. Я призываю вас, Михаил, только как руководители департамента по срезам с общественным. Так или иначе, вы сегодня имеете здесь дело с определенным срезом общественного мнения, с определенным срезом гражданского общества, потому что проигнорировать мнение там нескольких десятков общественных организаций, конечно, можно, но лучше было бы после этого воспользоваться возможностью вступить в реальный рабочий диалог, а свое мнение высказать на пресс-конференции, которую мы предлагаем. Правильный диалог не постоянно, я вот каждый день, если вообще, подчеркиваю, и сегодня, если рядом с ней общались, и вы же разница для нашего манитра, мы говорим именно о... Вы же смотрите и улыбаетесь. Спасибо. У всех есть свои виды скелетных шкафов, но есть объективные... Вы, пожалуйста, с вечернями вам охватом выступаете и дает хамках. Что вы меня интересна процедура. Я сам не уходу у вас. Я сам не уходу на оживление. Ему не нужно, нам по карту. Ему не нужно. Я не отожди. А вы выступаете сейчас его от ваших программ. Я бы не оберегиваю, что мы оставим вас. Я оберегиваю, да, ну что же. Вот я просто стою, что я наставляю. А вот если мне это, мы же и гражданского... Если вам кажется, значит, значит, что это... Нас очень много обратили... Вы нас оскорбили несколько раз, что мы здесь никто. Вы тресли наши биографии. И эти правила, я не требовал. Мы давали биографию. Вы давали? Не только сомнений, биографию. Мы все дарим. Все информацию. Мы окажем, мы в члене жури, мы дарим. Вы несколько раз сами. Я с ума слышно сказали. А вы вторая? Что у вас там? Вы просто же директор. Я имею биографию. Если вы 10 человек принимаете структивное решение, то это отдельная категория. Я задаю вопрос. Здесь это общественная организация. На самом деле, каждый из этих людей, он является многолетним опытным специалистом в отрасли общественной деятельности. Каждый является общественной организацией, которая на сегодня является монстрами в отрасли. Мы тоже хотим. Если можно, я закрываю инфоцентр. Еще Федор. Еще Федор, да? А ну можно не закрывать. Пойдем в слово. Пойдем в слово. То разрешно ходят, то вы хотите, то вы видите. Не называется это прозрачность. Планица Мартарес. Погиб Está я вам спасибо вам спасибо! Позвольте, пиздпливаючи письминки, все ваши слова и результаты. И вы еще и боитесь. О, что я у них встречаю. Позвольте на сегодняшний день. Разве украинское? Ну я не могу сказать. Ну, сейчас я вопрос на российское, потому что вся всякая экспертная escolа, потому что вся какая эта версия это не было. Я с sprinkle российского. А Володьевич говорит, что он не могу на сладу. И вот потому что трошки массивные на сладу. Я не слышу сейчас с представниками Аппарат Германии. У него, действительно, выражено вопрос. Почему выражено вопрос? В том, что, как правило, выхать на субъективную цифру, дату на полу людей, с помощью на ассоциацию и лестрацию государства, который является в Субъективной Аниссией. Вважаю, что не объективно. Причем, это выражение, которое выражено, потому что это, на мой полный вопрос, что это не за нарушение. Ситуация о чем-то? Потому что, когда мы были заранее, и все дня выяснили, что у всех нас за субъективную информацию, это особистая работа. И, с всеми, перед нами, субъективной информацией, это информация, которая была заранее, это гармония. Большое, что выражено, что при целом, выражение выражения, это не за субъективную информацию, а в частности, это не за субъективную информацию. А вот это, естественно, по-проамаду. Это не за субъективную информацию, а вы получили лишь прицеление. 40 людей же не может, правда, по-другому? Там не 40. Ні, звичайно, звичайно. Друзья, процедура иллюстрации, это, конечно, справедливо, спелкувание на... Одна справа, когда ставят запитания, не в этой мове, а в основном запитании, вы говорите, что есть инфраструктура информационного поля. Но, понимаете, разные вопросы, которые вы скажете, журналисты, как вы смогли, и эксперт, рулечить иншинги в галузе? Вы понимаете, что представители сегодня могут быть присутствием, особенно встречались и не один раз с головой, как мы вчера, все всегда могут попасть. Питание в том, что сегодня без мови не было, но есть еще и график, и работа сегодня. Потому что это была инициатива, в данном случае, иллюстрационной палаты, где они сказали чистое, что частенько, миссия погибнет, будет приезжать в галузе? А на четыре месяца есть четыре, а шесть месяцев? Да, дело в том, что мы сейчас не можем враховать месяц, но я бы считаю, что вторичнее было бы враховать позицию и обеспеченно выполненных задач, и работа, реальность, и ситуация, которая сегодня действительно есть. Нема доискновенной картинки, но определенный прогресс есть. И если оценивать действительно поступки, то это было бы более честнее и объективнее, чем около 10 человек, принимать решение, что это прошло, или сразу не прошло. И даже не это, потому что это процедура, это общественность, и право не порушено, они принимают решение, и право на это есть. Но на фоне этого заявляется, что человек, в такой ситуации, может быть, как у судна, или он не... или не... Вы не посмотрите, что вы не посмотрите, что вы не посмотрите. Чудово, да, но, но если вы говорите, что у вас есть возглавные эксперименты, вы скажите, что какие-то какие-то вмешательства, которые для них есть коммунезти, как я говорю, это вопрос. Не, не обычные, а коммунезти. Хорошо, если мы возвращаемся к комиссии, то вопрос не на них, а почему там даже представители коммунезтичного Это хорошо, что многие из Европы в жизни выражают по решению коммунистической партии, потом социалистической партии, но это радиостность политической структуры. Даже сегодня есть закон, принятый в Украине, который заслуживает свою тоталитарную жизнь, когда представитель журей заявляет, что я уверен, что своим внутренним ценностям коммунист, и я против всех. Но так вы меня и выражаете, как кто-то демонстрирует, когда сегодня принимается в Украине, что до заграничения этой идеологии, что даже люди понимают, что это тоталитарная жизнь, а человек встает в соседине, это член журеции иллюстрационной партии. То есть до объективности вопросов может возникать много таких есть. Эта реплика была после того, как закончилось уже заседание. Право в том, что когда я прошла, я один раз просил дать мне слово, мне ничего слова не надо, но вы сказали у вас, я рекламник, вы все закритые, до объективности, закритый, 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 закритый главный, потому что в объективности не имеет никакой позиции. У нас просто не понимаешь, что есть представитель того человека, который имеет правительство. Это же простора, это же грамотность, это простора. То есть до влады мае быть простор. Давайте так, можно я заставлю? Мы заставим, мы заставим, я заставлю нормальные федосины. Я вам, сколько раз я приходил до вас, что мы пропонуем выполнять свои обещания, свои обещания. Вы собственно полетели, но вы очереди? Один раз, так, вы назначили. После этого я отправился на следующий день, чтобы служить избранной силой. Это же спихотение, так я крикарю. Но я буду говорить, что если вы, публично, заявлено о том, что вы готовы пройти процедуру. Диповую форму. Раз. Нет, нет, нет. Есть разные формы отмолы. Есть одна отмолы, я не отмолу, а другая отмолы, я отмолусь. Может быть, после обстоятельств, что есть, есть. Возвращать, что нет, а в позиции я не обещаю. Я не обещаю. Я обещаю, что любой особой особой, за 5 месяцев, может выкрит годину, часу слово. Причем мы ставили достаточно либеральный умов. Да, Михаил, я же знакомый для One News, для пятого канала. Потому что с длинной стороны. Да, я с обещанием разговаривался. И они обещают, и сегодня я же подкреслю. И сегодня сразу. Вы понимаете, что есть разные стороны сердца, есть и другие организации, есть и другие, и не может встречаться сколько человек с одним, да, если есть 6 месяцев, правда, он с одним встречался, если есть запит на сущность с людьми, то можно найти время с сущность с людьми, потому что это тоже огромное количество, чем тогда отличается и уральность от Геннадия Кернеса, который тоже говорит о городском городе, но с взглядом политических подобранных депутатов. Не погоджусь в том, почему. Сегодня осталась позиция главного объединения в регионе, было объединение всех, и обратились все думки и направления Горбатского Группу, почему? Потому что очень сложный регион на сегодня, он таки одеялся за сутки, но никто никому не виновен ни разу. Я интересую особисто, что, ну, вот, претендер Веломенович Мянуславский, он был, устроился с Головин, заходился в час, было. То есть подтверждение, где мы проходим процедуру иллюстрации, проводятся те, кто тут иллюстрации, проходят сегодняшние брифты, структурные педагогические администрации, и все это сделано за уроки. Все выводы, все выводы, все выводы, все выводы, все выводы. Это же не наше положение за уроки, а все выводы. Еще одно юридическое как юристо, я как юристо, я, как миссия, там не буду. Я просто, одне юридично капля дёгтів минулась в ваших. Все на обходе, да? Далее. На справді юридично. Мы официально через реестрацию пенселярии на имя Игоря Львовича направили щодайменше три листии по закону, по закону громадян. Я не могу прийти. На жодне з наших письмових офіційних звернень, зареєструваних в канцелярії ОМД адміністрації, ми не отримали жодної офіційної відповіді. Порушення закону про звернення радио. Розумієте? Якщо людина на своєму місці порушує закон не виконує, напиши, що я не можу. У мене заято. Але він це не сказав. Це просто, це просто ігнорування воно. Розумієте? Є особистосні відносини. Як і весь вправий Роджет Петро Родя передьором. Я передьором. Тому що є вже виспілкування, і здається, що воно є, а коли зараз ми кажемо, так ні, ми ж там написано «старній поліній полотник». Яке ж виспілкування, якщо людина протягом пів року не дала, що воно є. Не раз ми не збудувалися. Воно зараз ми не воно. Будуть не власни, а не збудувалися. Я думаю, що ви прийшли на особисту воно. Воно може, ви воно прийшли прийшли. Воно на следуючий. Із Макаш, або я ваші дізвищі просто не знаю. Чорняк Михайлов Егенєвич, директор департаменту розповідних коммуникацій, обласної департаменту администрації. Дякую за перегляд. Все, перегляд за перегляд. Пригласи меня, я пойду. Дякую за перегляд. До свидания.